На сердце тоска, снова снится дорога, в деревню Горохово в Переславском районе. Я еду опять, чтоб грусть отряхнуть у родного порога, и доброе слово соседям сказать. У дома встречают сосед с бабой Катей, ответы крестьянских припасов зовут. Лежит на столе самобранная с Катей, да добрая запусть из нескольких блюд. Сидим, вспоминаем, как в школе учились, беседа гуляли, влюблялись всерьез, о свадьбах мечтали и счастьем светились, глаза от надежд исполнения грез. А после застолья ведем разговоры о судьбах крестьянских, о детях, войне. В гостров разгораются жаркие споры, в них след сожаления слышится мне. И полнится грусть у глаза бабы Катей, и морщится горестный старческий рот. И сидя на краешке старой кровати, о доле несчастной рассказ свой ведет. Как мужу рыдая на фронт проводила, как весночек добрых оттуда ждала. В колхозе работала, деток растила, а ночью страдала, да слезы мела. Любимых внучат принимала, учила, как дров заготовить, сердца насушить. Желала, чтоб в жизни удача светила, не бабушкой, мамой хотела им быть. Внуча-то науку добра не любили, не слушали бабушек, будто назло. Учились лениво, гуляли, допили, что скоро к погибели их привело. Сгустился туман, надуснувши рекою, луна серебрится тихая светла. В душе путерьма не дают мне покоя. Слова Вавыкати «Зачем я жила?» Это мистерная история по соседке, по деревне. Действительно, из пяти внуков осталось двое. Все погибли от непутевой жизни. Поэтому это много. В жизни самое большое количество отзывов это на это стихотворение. Спасибо.